От охраны территории к онлайн-трансляции. Обычная услуга появилась на кладбище в Денском районе. Теперь родственники и близкие ушедших могут заказать съемку церемонии прощания с камер видеонаблюдения. Идея такого сервиса была навеяна временем. Из-за пандемии многие сейчас не могут присутствовать на погребении. Подробности в нашем сюжете. Здравствуй, дорогой друг, Мартан Андреевич. Унесла тебя пандемия. Из-за тяжелой болезни друзья так и не успели встретиться на прощание. Несколько звонков из больницы, потом абонент уже недоступен. Юрий Чекрян дружил с Вартаном и Ведяном больше 30 лет. Со слов товарища, он был надежный человек, спортсмен и хороший семьянин. Но все это не идет в зачет беспощадной коронавирусной инфекции. Из-за нее и церемония прощания с мужчиной оказалась скромной. Большинство близких не стали рисковать здоровьем и не пришли. Я, конечно, очень хотел идти на похороны моего друга. Но так получилось, что не только я, и мои друзья многие не смогли прийти проститься с ним. Ну, была бы онлайн-трансляция, возможно, бы я воспользовался. Какая-то одушина попрощаться на расстоянии. В Приморско-Ахтарском районе о подобных видеосъемках Юрий Владимирович только слышал. А вот на кладбище в Денском районе это уже активно практикуют. Ацен поставили на въездные зоны, это дороги. Вместе похорон. Открываем эту камеру. На первый взгляд трудно представить, что Центр управления цифровыми технологиями может быть на небольшом станичном кладбище. Но жителей Новотитровской объективы 34 камер не удивляют, а наоборот дисциплинируют. Люди приезжали и мусор выбрасывали, и от вандализма, поскольку у нас многонациональная станица. Все это, наверное, прекратилось, поскольку это снятие круглосуточное, и люди видят это. В зоне действия этих камер около трех гектаров. Вся картинка сливается не только в Центр управления на кладбище, но и на пульт частного охранного агентства. Там за порядком на территории продолжают следить и в ночное время суток. Чтобы установить систему видеонаблюдения, на территорию провели электричество, установили бетонные столбы, на которые и прикрепили камеры. Стоимость такой съемочной площадки 2 миллиона рублей. Конечно, самое дорогое это камеры. Качество изображения с них впечатляет. К примеру, можно увеличить картинку и рассмотреть логотип Кубань-24 на нашем микрофоне. Чтобы такие мощные технические возможности не простаивали, их решили применить с пользой для людей. Родственникам усопших стали предлагать бесплатную услугу – онлайн-трансляцию церемонии. Мы даем ссылку на это приложение, даем логин, пароль камерам, даем IP-адреса, куда подсоединиться можно. То есть человек, находясь в любой точке мира, может просматривать уже непосредственно трансляцию похорон. Мы это все и установили. Совершенно безвозмездно. Сделали подарок администрации. То есть дело нужное на самом деле. Тут лежат наши предки. То есть мои от бабушек, дедушек до родителей. Первым, кто решился на подобный просмотр, стала жительница Красноярского края. Комментировать впечатление от увиденного по понятным причинам женщина отказалась. Но находясь за 4000 километров, виртуально все же простилась с близким человеком.